Кто-то помнит зеленый театр таким, а кто-то вот таким. Но сейчас это место выглядит вот так. Здесь уже вторую неделю проходят реставрационные работы. От старого зеленого театра практически ничего не осталось. Лавочек здесь давно нет, только под лавочки, которые первым делом удалили. После переключились на деревья и пни, которых здесь хватало. И, наконец, приступили к реконструкции здания и прилегающей территории. Мы занимаемся полностью реконструкцией зеленого театра. Также подготавливаем площадь в размере 5000 квадратов под новогодние празднования. Будем восстанавливать полностью цены. Также восстанавливать кассу. Здание обещали оставить в прежнем виде, но немного осовременить. Перед зеленым театром будут располагаться лавочки индивидуального производства, изготовленные специально для этого места. Пока точно не определились, какое тут будет покрытие – асфальт или бетон. Сам зеленый театр, как объект, сдали еще в далеком 1958 году. И с тех пор не реконструировали. Облагородит территорию и рядом с театром. Если смотреть по площади, там будут две зоны для фотографирования. Там арки специальные будут. Входная арка будет из дерева сделана. Здесь по периметру будет стенка из габионов и такой интересный забор. И в начале, в основном все зеленые сажения будут в начале площади. Будут кустарники посажены и в основном туи. Они будут как бы живой изгороди сделаны. На прилегающей территории будет применена новая технология под названием «Ресайклинг дорожной одежды». Метод уже используют на региональных дорогах и теперь его применят здесь. Вместо привычного основания, как песок или щебень, они используют другое, которое омолаживает асфальт, делает старое покрытие новым. Сам асфальт будет с арт-элементами, прорезанными линиями, в которых расположатся декоративные элементы в виде колотого гранита. Бюджет проекта составляет 55 миллионов рублей. Обновленный зеленый театр горожане увидят уже в этом году. Работы обещают закончить к середине ноября. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.